В эфире КМТВ, программа конференции, я и ведущий Денис Коптарь. Сегодня наша передача пройдет в необычном формате. Сегодня у нас встретятся в поединке в словесном два писателя и публициста Александр Петрович Никонов и Андрей Петрович Паршев. Оба человека хорошо известны и общественности, и читателям. Интересно то, что оба писателя в разное время написали книги на схожую тему. Андрей Петрович написал книгу «Почему Россия не Америка?» Александр Петрович «История отмороженных». И та и та книга была посвящена особенностям климата нашей страны и как это воздействует на нашу историю, на нашу политику, на нашу экономику. Выводы, правда, разные они сделали. И вообще эти люди позиционируются как антагонисты. А сегодня мы предоставляем им возможность, так сказать, выяснить отношения в эфире КМТВ. Будем беседовать о советской системе. У нас тут шахматные часы, каждому дается 10 минут. Этот лимит времени они будут расходовать по собственному желанию. Первым Никонов выступает, и он первым формулируется и претензии Советскому Союзу, советской системе и социализму. Пошло время. Здравствуйте, господа. Собственно, претензий у меня немного. Одна. Но она очень велика. Дело в том, что я позиционирую Октябрь, Октябрьскую революцию, не как революцию, да, социальную, о чем говорят многие любители советской власти, а как регресс, как контрреволюцию, как откат обратно в феодализм. Дело в том, что перед 17-м годом, перед 13-м, 14-м, вот за последние эти довоенные 20-30-40 лет Россия развивалась очень бурно. У меня здесь, как видите, много всяких бумажечек, но я не собираюсь, наверное, не буду загромождать вашу память цифрами. Скажу просто, ну, что, скажем, 80% тех железных дорог, по которым мы сегодня ездим, которые есть в составе РЖД, это дороги, построенные, намеченные и проложенные царской Россией. Рост экономики достигал 9% в год. В общем, этот бурный рост должен был смениться буржуазной, да, буржуазной революцией, он ею сменился в феврале. Но потом, к сожалению, произошел откат обратно, обратная, так сказать, феодальная реакция. Мы скатились в направлении не вперед в будущее, а в обратную сторону, в сторону Средневековья, в сторону пыток в застенках, в сторону абсолютной власти, такой тотальной, и который мало, когда история могла наблюдать, в сторону обратного закрепощения крестьян, а потом и рабочих с инженерным корпусом. Мы профукали и потеряли весь практически 20-й век. Мы прожрали из-за этой революции, из-за Советского Союза, из-за социализма, мы практически проели и уничтожили свое будущее. Вот чего я боюсь. По той простой причине, что и политическая нация выплавляется в котле государства в определенных условиях, и индустриализация правильная, в классическом понимании, проходит в определенных условиях, которых у нас не было. У нас вместо индустриализации была сталинская милитаризация. То есть, весь тот крестьянский ресурс, весь тот крестьянский хворост, который мы должны были сжечь, как это сейчас делает Китай, на индустриализацию страны, мы спалили в топке имперского паровоза. Советская власть, что это такое было, да? Особенно при Сталине. Это была та же самая Российская империя, которая противилась ходу истории и ползла назад. За счет чего она противоречила этому ходу истории? За счет огромной крови, которую проливала. Мы ничего не получили. Мы все потеряли. Говорить о защите какого-то ушедшего исторического периода, в общем, занятие это не очень разумное. То есть, как бы мы ни хотели, мы не можем вернуться ни там во времена, скажем, Александра Первого Свободителя или Ивана Четвертого Васильевича. Поэтому говорить мы можем только о тех механизмах и о тех способах жизни, которые были свойственны тому или иному периоду. И о том, насколько вот они применимы сейчас. Сейчас уже прошло 20 лет со времен конца Советского Союза и Советской Системы. Ну, что можно сказать сейчас? Вот мы видим, что, оказывается, у нас была богатейшая страна. Мы это видим по тем спискам миллиардеров, по тем богатейшим коттеджным поселкам, которые плодятся вокруг Москвы еще кое-где. Откуда это взялось? Ведь ничего нового не создано. Все вот владельцы этих состояний, они, ну, так фигурально говоря, нового гвоздя не забили. Это все получено распродажей советского наследия. Так вот, что, в чем особенность вот этой советской системы, что оттуда надо унаследовать, вот это сейчас самый главный вопрос. Прошлое мы не переделаем. И, конечно, я не отношусь отрицательно к своей истории, вообще к любому периоду. И хочу сказать, что советский-то период был, во-первых, не худший, наверное, в нашей истории, и это касается и даже индивидуальных свобод. Вот в чем-то он был и лучший. Ну, кроме того, мы прожили в этом периоде некоторую часть своей жизни, так что можем сейчас сравнивать. Вот, наверное, самый такой существенный момент. К сожалению, у меня гораздо больше беспокойства вызывает не те 70 лет, которые были, а прошедшие 20. Вот за эти 20 лет действительно ничего не было создано. Мы отстали по многим направлениям, ну, наверное, навсегда. Слава Богу, сейчас нет прямой военной угрозы. И вообще, так сказать, вот на данном историческом таком периоде напряженность в мире несравнима с той, которая была там в 60-е, 70-е годы. Но то, что мы сейчас не умеем делать реактивные самолеты или сотовые телефоны, вот это совершенно для нас трагедия. Мы сейчас живем на этой нефтегазовой игле, которая, конечно, как ее там не считай, вот что будет, когда она закончится? С чем мы останемся? Александр Петрович, ваше слово. Вы можете возражать, вы можете продолжать свою точку зрения. Я, пожалуй, продолжу свою точку зрения, попутно и параллельно возразив оппоненту по поводу богатства. Я вот специально один такой листочек отложил от этих тип всех, для того, чтобы процитировать его. Был в ЦК КПСС такой работник, который работал там примерно с середины 60-х до конца. Не Черняев? Черняев, да. Анатолий, по-моему, Сергеевич. Так вот, он все эти годы, присутствуя в ЦК КПСС на разных позициях, на разных должностях и в разных структурах, вел год за годом, вел дневники. У нас любят говорить совкофилы некоторые, что, значит, дефицит появился только при Горбачеве, значит, в 80-х годах. Ну, давайте посмотрим, вот 76-й год. Цитирую. На Новый год моя секретарша, пишет Черняев, ездила в Кострому на свадьбу дочери и мужа. Спрашиваю, ну как там, плохо? Что так? В магазинах ничего нет. Ржавая селедка, консервы, борщ, щи. У нас в Москве они годами на полках валяются, никто не берет. Никаких колбас, вообще ничего мясного. Когда мясо появляется, давка. Сыр только костромской. Но говорят, что не тот, что в Москве. И так далее. И вот таких вот год за годом, значит, это я вот прочитал 6 января, 25 апреля того же года. Вчера утром пошел в молочную и булочную. Народу, ворчань. И дальше он описывает, какими словами ругают, значит, наше население, ЦК КПСС, советскую власть, потому что магазины пустые, потому что жрать нечего. Дальше он описывает в одном из своих, на одном из своих листочков поразительную вещь. Значит, 3 ноября, 78-й год. По мясу, точка. Ростов-на-Дону, двоеточие. После вычета на ясли, детсады, на рестораны и тому подобное в розничную продажу поступает полтора килограмма мяса на человека в год. Вот такой был великий. Вот такой был могучий. Вот такой был богатый Советский Союз. И после этого мне кто-то еще говорит, что его развалили злые силы из-за рубежа. Да нет, он просто сгнил. Это была страна настолько неэффективная, что она не могла просто-напросто прокормить собственное население. Может ли существовать такая страна? Не может. И она сдохла буквально за два активных поколения. Давайте посмотрим. У меня еще есть время? Смотрите, есть. Время есть. Значит, Сталин родился в 19 веке, да? Первый советский руководитель, который еще помнил царское время. Хрущев тоже еще помнил. Он родился при царе. И вот второе поколение, пришедшее им на смену. Значит, Косыгин, Ельцин, Горбачев. Это уже люди 31 года рождения. Примерно там Ельцин 31, Горбачев, по-моему, 31. То есть люди, родившиеся примерно там через 17 лет после революции, воспитанные уже советской новой властью. И вот уже они, второе практически поколение руководителей, понимали, насколько эта система катастрофична и что ее нужно сломать. И они ее сломали. Система не продержалась двух поколений. В историческом понимании это миг. Это вот не сильно много, чем империя Александра Македонского, которая держалась только на одном Македонском. И когда он умер, рассыпалась на несколько, по-моему, четыре части. Вот. Это то, что держалось на деспотизме Сталина и потом еще по инерции какое-то время. На памяти о крови. О крови миллионов, которую проливал этот самый Сталин. Такая система долго жить не могла. Она была абсолютно экономически неэффективна. Ну, Александр Петрович совершенно правильную вещь одну сказал. Что эта система была разрушена. Потому что вообще, когда мы говорим, ну, это не мои слова, а какого-то английского политика, что если огромный и сильный организм вдруг умирает исторически мгновенно, то вообще-то первая, так сказать, версия, которую надо рассмотреть, это версия убийства. Действительно так получилось, что в конце существования Советского Союза у власти оказались реальные предатели. Те, которые хотели уничтожить Советский Союз. Это Горбачев, так сказать, говорил открытым текстом. Ну, то, что идеологией у нас в стране вот такое вот удивительное дело заведовал Александр Николаевич Яковлев, начиная где-то с середины 60-х годов и с небольшим промежутком потом. Действительно, вот такая система управления, она не очень жизнеспособна. Вот правильно Александр Петрович сказал насчет того, что вот это поколение хотело уничтожить. Но насчет того, что вся проблема была вот в повальном голоде и что там под заборами валялись умершие, такого не было. Потому что, ну, это обычная шутка того времени, что социализм – это когда в магазинах ничего нет, а в холодильниках все есть. Я жил в то время, как раз в 70-е годы был студент, с 73-го по 79-й. Вот чего-то не припоминаю я вот такого вот голода. Более того, могу сказать, что там на фотографиях того времени, даже где-то в стройотрядах… В Москве чего? Ну, как-то, ну, как вот, стройотряды, они как бы не в Москве, там, Норильск, Смоленск. Ну, там кормили. Как на зоне. Ну, а почему нет? Вы так говорите? Стоп, вы куда лезете? Это не ваше время. Да, как будто зона – это что-то плохое. Хватит. Вот, собственно говоря, об этом и речь. Что, почему этот строй был уничтожен, а это как раз очень легко объяснить. Потому что, скажем, тому же Горбачеву, конечно, в советское время не светило празднование юбилея в Альберт Холле в Лондоне. С конферансье Шарон Стоун и Шварценеггера. Вот. А ему очень хотелось. Он очень был вот такой вот прозападный товарищ. Это, кстати, вот это действительно такая беда, которую я, в общем, не знаю, не готов, вот как с этим вообще можно было справиться и можно ли было вообще. Как там дела? Две минуты. Я тоже напомню анекдот и тоже из времен советских про мясо. Когда советский человек входит в этот самый советский магазин, видит эти ужасные белые кости, какие-то прожилки, а он знает, что при капитализме коров умерщвляют, значит, электрическим током, чтобы они не мучились. Он смотрит на это советское мясо и спрашивают, взрывают их, что ли? Еще анекдот про социализм. Если социализм тоже советских времен будет построен в Сахаре, там будут недостачи, дефицит песка. Кстати говоря, по поводу этой недостачи. Известно, что в Венесуэле там кофе выращивается. Так вот, когда пришел Уга Чавес, у нас злые языки шутили, что он начнет строить социализм, пропадет там кофе. Действительно, начался дефицит кофе и туалетная бумага пропала куда-то. Это родовое пятно социалистической экономики, которая абсолютно не работает. Вот Паршев сказал, что не помнит голода. Я недалеко вчера в своем ЖЖ устроил небольшой опрос. И вот парень пишет, значит, о том, что он помнит. Я вырос не в Москве, я вырос в крупном областном центре, закрытом для посещения иностранцами. С огромным военно-промышленным комплексом. Есть было в городе, нечего. Зиму питались 18 мешками картошки, которую выращивали на огороде у бабушки в деревне. Пенсия которой была 20 рублей. В скобках он пишет, дед погиб под Сталинградом, бабушка одна выросла 4 детей. Ее дом в 60 километрах от областного центра, где делали ракеты и самолеты, был глинобитным с соломенной крышей. Детство мое прошло в этом промышленном центре, в деревянном доме. Есть было нечего, пустые магазины, ни щи, ни супов. Были брикеты только криля арктического, свежезамороженного, но никто не знал, что... И так далее. Но вот как можно после этого, после того, как людям не описывают, как они по 4, по 5 часов стояли в очередях в 70-е годы. Не в Горбачевские, предательские, как вы сказали. Как можно после этого хоть одно слово любви сказать об этой стране, которая отняла у нас будущее. Отняла у нас будущее. Потому что у России, вот это мое глубочайшее убеждение, будущее было прожрано в 20 веке. Нам больше нечем поднимать страну. Нет того крестьянского хвороста, повторяю, который есть еще у Китая. И который не лопухнулся, как лопухнулись мы. Ну, Александр Петрович так, как сказать, изложил вот такое вот мнение, на мой взгляд, несколько сумбурное. И, в общем, надо бы его немножко селектировать. Значит, то, что в 60-е годы были там какие-то дома типа мазанки с соломенными крышами... В 70-е. Или в 70-е. Так я вот могу сказать, что нечто подобное кое-где дожило, и не очень далеко, даже в Московской области, даже до 90-х. Почему? Потому что наша страна была страной, вообще говоря, крестьянской и очень-очень небогатой. Я, например, до школы жил в деревне, где, вообще говоря, не было электричества. Это 60-е годы. А высадки американцев на Луну я узнал по радио там где-то в большом селе, когда мы там по дороге в Москву где-то там останавливались. При этом уровень жизни был вполне достаточный для того, чтобы в каждой семье выращивать по несколько детей. Там в 50-е годы я там, например, в семье был четвертым ребенком, которые, вот честно могу сказать, чувство голода реально я испытал в 92-м году. Вот был такой вот период, когда такая вот была зарплата, что реально испытал чувство голода. Там у меня еще ребенок был в больнице и так далее. Вот до того этого не было. Вот в чем проблема. Что можно говорить о том, что там вот был криль, это было нехорошо. Знаете, если бы был голод, как говорится, очень хорошо бы знали, как этот криль готовить. То есть, люди получали среднее и высшее образование, шли на работу в те самые космические фирмы, которые вот там вот они за этим забором, так сказать, рядом с этими домами с соломенными крышами. Вот. То, что наша страна была небогатая и вынесла тяжелейшую войну, которая разрушила там половину нашего. Ну, и с монголами, в частности, в свое время. Опять нарушаете регламент. Вот. Нет, ничего страшного. Это просто нужно понимать нашу историю. Во всяком случае, то, что было сделано в наших условиях, царская Россия, скорее всего, сделать бы не могла. Это ей не в укор. Я как раз считаю, что царский период был неплохой. И либералы, которые разрушили монархию в феврале 1917 года, сделали, ну, скажем так, мало того, что плохое дело, еще и порядочную глупость. Остается совсем немного. По поводу того, что царская Россия не смогла бы этого сделать. В 1913 году поступления в российский бюджет от промышленности сравнялись с поступлениями от сельского хозяйства. Нам все время говорят, что царская Россия была аграрной страной. Так вот, она к 1913 году уже перевалила этот рубеж, когда переставала быть аграрной. В 1908 году профицит бюджета в царской России был 30 миллионов золотых рублей. А всего через 4 года, в 1912, уже 335 миллионов рублей профицит в золотых рублях. Если посчитать, скажем, налоги, которые платили в Англии, это в пересчете, опять-таки, на Николаевские царские рубли. 43 рубля на душу населения в год. В России 9 рублей. Совершенно не обидный налог. Дальше. Количество, то есть, уровень жизни в царской России перед революцией рос такими взрывными, такими стремительными темпами, от которых сейчас пытается от раздувания экономики спастись Китай. Что это и привело, кстати говоря, к революции, о чем мы можем потом еще поговорить. Так вот, если в 894 году, когда царь Николай только начал царствовать, сел на трон, в сберегательной кассе, в российском Госбанке, считай, было примерно полтора миллиона вкладов, то через, значит, небольшой срок в 1908 году... Упал. Все. Их количество учетверилось. Александр Петрович, ты вот бумажками шуршишь. Потому что я подготовился, в отличие вот от вас. У вас лысый стих. Время паршиво. Зато в голове много, да. Так вот, проблема-то в чем? Вот почему вы это не объяснили тем либералам, которые свергали царя? Потому что тогда еще не родился. Вот. Это вот... Это моя вина, признаюсь. Грань, грань, грань. Да, это основной, конечно, недостаток. Кроме вот всего вот этого прочего, есть еще одна маленькая проблема. Александр Петрович, прекратите. Россия не потянула Первую мировую войну в первую очередь в финансовом отношении. К сожалению, она вела эту войну на ежегодные дотации от англичан. И англичане в 16-м году уже давали эти дотации, скажем, с большим скрипом и требуя при этом появления некоего, так сказать, ответственного правительства. Вот это вот была такая проблема. Летом 17-го года при Временном правительстве в августе, как известно, было совещание, на котором было сказано. Вот у нас 12 миллионов на пайках, а пайков мы можем давать только 6 миллионов. Вот что хотите, то и делайте. И железнодорожники сказали, что если их снимут с пайков, то вся страна остановится, несмотря на войну. Вот какая была ситуация. Экономически не потянуло. Самое большое, может быть, впечатление на Запад от советской системы было в конце Второй мировой войны. Там дело было не в победах каких-то, а в том, что... Что? Проиграли свое время? Так, мы выслушали две позиции. Мы даже одной десятой не выслушали того, что я готов сказать по этому поводу. Да, безусловно, одной десятой. Десять минут умножим на десять, сто минут. И тут еще сто минут. Мы можем тут сидеть сколько угодно. К сожалению, безусловно, формат такой, что приходится серьезную проблему уминать. Поэтому начинается разговор, как говорится, на троих. Я буду задавать вопросы и по тому, что вы говорили. Александр Петрович, вы себя позиционируете как сиентист, как человек науки. Ну, честно говоря, по старой дружбе, как говорится, ну, стыдно сиентисту ссылаться на рассказы каких-то отдельных людей. Что у нас говорили древние греки? Наука начинается тогда, когда мы верим не глазам. Иначе бы мы сказали, что солнце крутится вокруг Земли. Вы привели пример из своего ЖЖ. Уверяю вас, найдется миллион людей, которые напишут прямо противоположное. Означает ли это, что у нас миллион истин? Не означает. Вот я тут у вас в словах успел записать. Бабушка, 4 ребенка вырастила, 20... Что там у нее было? 20 рублей пенсия? Может еще раз? Да. И вырастила... Могу, могу. Давайте, давайте разберем этот момент. Давайте. Не про то, что нечего было есть, это я понял. Ага. Это вас не интересует. Может, интересует, интересует. Я это уже просто понял. Про счет бабушки. Значит, дед погиб под Сталинградом, бабушка одна вырастила, четырех детей, это после войны, имеется в виду. Прекрасно, прекрасно. На пенсию 20 рублей? Нет. А, понял, я уже понял. Не была пенсия. Итак, зафиксируем. Мы видим семью, у которой есть 4 ребенка. Мы видим, у которой отсутствует мужчина-кормилец. Мы видим ситуацию после войны, когда экономика была разоревана до тла, до тла абсолютно. Мы видим, что человек вырастил четырех детей. Ну, переведите эти деньги на сегодняшний. Какие эти деньги? Деньги они вообще не получали. Я вам напомню, что колхозники при Сталине работали за трудодними. Вообще без денег. Одну секундочку. И это поставьте в заслугу советской власти. Это мы все поставим в заслугу. Дело в том, что они работали без денег, я говорю, деньги в фигуральном плане. Каким-то образом вырастили. Вот этот вот ресурс, не будем словом деньги, ресурс какой-то они получили для того, что... Огород. Огород? Вы думаете, с огорода можно четырех детей вырастить? Ну, бросить. А вы думаете, она получала деньги от колхоза, что ли? Я ничего сейчас не думаю. Я вам задаю вопрос. Деньги есть нельзя, Александр Петрович. Вы все так, что вот трудодни, вот это вот, и трудодни, и деньги. Это просто разные счетные единицы. Я уже говорил и повторяю, Сталин пришел обратно к тому, чем закончил феодализм в России. Он обратно закрепостил крестьян. Опять-таки, вы говорите, как будто феодализм – это что-то плохое. Феодализм, конечно, это более отсталая формация по сравнению с... Это перевод, да. Это вы уже сказали. А капитализм более отсталый, чем социализм. Здесь я с точки зрения марксизма просто рассудил. Андрей Петрович, вот сейчас вы уходите на самом деле... И с точки зрения марксизма Ленин не был марксистом, кстати. Это все понятно. Только это разговор уже несколько на другую тему. А мы сейчас все-таки возвращаемся к моим вопросам. Все-таки мы зафиксируем, что в стране, которой нечего было есть, нечего. Женщина одна после войны выросла у четырех детей. Ну, я думаю, дай бог, каждой женщине сейчас в одиночку выросли четырех, хотя бы одного. Хорошо, зафиксировал. То есть, вы ставите в заслугу советской власти, что они не подохли от голода. Я ставлю в заслугу... Представляете? Как мало мы ценим в сегодняшний день, что в заслугу советской власти... Слушайте, ну это просто дурдом какой-то. Да нет, не дурдом. Заслуга советской власти оказывается в том, что люди там не дохли с голоду. Кстати говоря, иногда и дохли, если вспомнить голодомор, если вспомнить людоедство и так далее. Александр Петрович, я лично не сказал, что это... То есть, советская власть балансировала всегда на грани голода. Иногда она эту грань переходила повыше, когда люди не дохли с голоду и могли выкормить четырёх детей. Это не советская Россия, а Россия вообще. Это где-то примерно с 60-х годов XIX века. С 60-х годов XIX века Россия настолько бурно развивалась, что вот зажиточность населения, равно как его грамотность, кстати говоря, росли такими быстрыми темпами, что был абсолютно прав Столыпин, дайте нам ещё 20 мирных лет, и если бы природа нам их дала, мы бы сегодня были на месте Соединённых Штатов, главной сверхдержавой мира. И как говорил Ленделеев, на рубеже XX-XXI веков в России должно быть 400 миллионов населения. У нас сейчас 143. Это прямое следствие советской власти. Ни о каком либерализме в царское время, опять-таки, не было и речи. Уж царская-то Россия была полиберальнее, чем сталинская. Да уж, прям свободу собрания была. Уж экономических свобод, на царя свободно рисовали карикатуры питерские газеты, разве можно такое представить себе на царя при Сталине? Стоп, вопрос теперь Паршеву. Я вам камерный вопрос задал? Давайте. Задал. Теперь такой же вопрос Андрею Петровичу. А собственно, я ещё не ответил на него. А вы ответили, почему? Вы сказали. Нет, почему, сейчас, если хотите, сейчас давайте. Моя фраза про четырёх детей была не в заслугу советского строя, это Паршев сказал, а я сказал, что раз человек мог четыре человека вырастить, всё-таки нельзя сказать, что нищие было жрать. Вы знаете, что нищие люди рожают больше во всём мире. Нищие, да, но у многих умирают. Где сейчас на планете высокая рождаемость? В нищих странах. Я не про рождаемость, а про то, что вырастили, вырастили, вы сказали, вырастили. Разница есть? Вырастить. Родили. И растят, и они там босоногие, бегают, все в соплях, чумазые. Спокойно-спокойно, разберёмся. Были ли они чумазы, либо они ходили в школу. Теперь всё, этот вопрос... Собирают катехи. Правильно, советские люди не ходили в школу. Вот она, кишлачная жизнь. Они собирали эти кизяки. Андрей Петрович, у меня теперь к вам вопрос. Вопрос серьёзный, на самом деле. Когда вы говорили про предательство высшей партийной элиты, Александр Петрович засмеялся. Ну, а сказать-то нечего, вот смеются. Не-не, не надо, не надо. Зачем? Зачем? Давайте всё-таки абстрагируемся от руганий, а всё-таки наша цель – найти истину в рамках эфира. Такой вопрос. Дело ведь не в предательстве. Дело ведь не в том, что кто-то чего-то хочет. Шарн Стоун посидеть, может быть, со Шварценеггером. Это, наверное, я думаю, что человек, возглавляющий Великую Державу, мог сделать так, что такие, как Шарн Стоун, он бы в очередь выстраивался в Кремль. То есть, способ был бы быстрее, если бы он бы сохранился как великий человек. Я думаю, к тому же Сталину в своё время мечтали попасть в зарубежные самые первые величины мирового бомонда. И Уэлс приезжал, и многие другие. А потом уехал. Уехал, да. Я к тому виду речь, что чтобы звать Шарн Стоун, не обязательно разрушать страну. Это, между прочим, аргумент-то в вашу пользу. Что ж вы мне мешаете? Проблема была в другом. Как многие говорят, что советская элита, будучи полным управленцем, причём неконтролируемым, выше неё никого не было, при этом была ещё и властью. То есть, совместилось две вещи, которые на Западе разводят функционально. С одной стороны, человек управляет имуществом, с другой стороны, над ним контроля нет, с третьей стороны, он этим имуществом не владеет. Хотя и управляет. Ну, совершенно очевидно, что есть мотив этого имущества взять себе. Ну, пока правишь, ты ещё наверху, у тебя там ещё Цыковская дача, у тебя там ещё Волга, но потом-то уходишь на пенсию. Передать имущество детям не можешь, это видно хорошо по судьбам генеральных секретарей. Ну, понятное дело, что рано или поздно начинает копошиться в голове нехорошая мысль. А почему бы нам бы эти имущества в карман-то не положить? Для этого надо сделать приватизацию. Это, хочешь не хочешь, подорвало и внутри единство страны. И это главная причина развала страны. И вот с этой точки зрения советский социализм не как экономическая система, а как политика экономическая система был действительно обречён. Ну, Дионис, вот это действительно вопрос серьёзный, потому что вот хочу сказать, что то, о чём здесь говорится, я слышал первый раз во времена жизни Андропова, он всего один год провёл, ну, было такое большое совещание для политинформаторов, и я там был, там выступал какой-то чин из прокуратуры, который из генеральной прокуратуры, седой такой товарищ в прокурорском костюме, который в мундире даже сказал, что у нас сложилось целый слой вот таких управленцев в промышленности, которые, занимая настолько выгодные позиции, считают, что они и при капитализме будут хорошо себя чувствовать, и что неплохо бы схлопнуть социализм. Я помню, по залу прошёл такой… Ропот, да? Ропот, типа, ну, дедушка что-то старенький, что-то его там типа… Несёт. Да. И, в общем-то, потом оказалось, что дедушка-то был прав. Вот это очень серьёзная как раз проблема была именно в том, что в значительной степени партийная верхушка, ну, я так вот помню по такому райкомовскому уровню, она оказалась прикормлена в основном, ну, какими-то торгашами. Цеховиками. Цеховиками, да. Было такое явление. Значит, с чего это началось? Ну, это можно сказать, как вообще говоря, этому противостоять. Дефицит это началось. Да, это началось с дефицита. Дефицит – это очень серьёзная, с одной стороны, проблема, но, с другой стороны, она рождается из-за очень простых ошибок в планировании. Очень простых. Когда у нас наличных денег оказывается немножко больше, чем товарной массы в тогдашних ценах. Вот и всё. Почему у вас это вызвало смех? Подождите, Александр Петрович. А ответить нечего? Нет, нет, нет. Я же не вас спрашиваю. Смотрите, вот я вопрос-то сформулирую. Мы понимаем прекрасно, что человеку, сколько не дай товаров, он всё будет покупать, покупать, покупать. Он их потребит. Ну, понятно, что речь не идёт о продовольствии. Ну, понятно, что съесть пять батонов хлеба нельзя. Всё понятно, но есть же стандартный способ ограничения потребностей через повышение цен. А что такое дефицит? Это ведь просто превышение спроса на предложение. И больше ничего. То есть, если в стране высочайший уровень жизни в плане потребления, но денег ещё больше, там будет дефицит. Это же очевидно. И мы это видим каждый год в самых развитых странах, когда объявляется распродажа. Когда на какой-то короткий локальный период денег становится больше, чем стоимость товаров, потому что товары пускаются в цене. И мы видим в точности повторение советской реалии. Люди пишут чернилами номера своих позиций в очередях. Люди выбегают со связками, в том числе и туалетной бумаги. Люди начинают драться локтями. Вы здесь не стояли. Ровно один в один. Я человек достаточно молодой. Прекрасная картинка. Но помню, конечно, советские годы, имеется в виду, даже не советские, перестроечные, период самого большого дефицита, когда Советский Союз организировал. Уж то, что в очередях-то я настоялся. Хотя я бы моложе вас. Но уж эту черту все мое поколение отстояло. Тем более, что была такая черта у взрослых людей – брать с собой детей, чтобы занимать очереди в разных местах. Детство прошедшее в очередях, я это называю. И не только детство. Когда распал Союз, мне было 14 лет, а ещё и подростковый возраст. То есть, всё-таки запомнил. Да, здесь меня агитировать не надо. Это ужас. Это безобразие. Давайте я сразу отвечу. Ну, отвечайте. Значит, вот вы эту ужасную картинку с толпой, которая давится за товарами, с синими цифрами на ладонях. Теперь распространите там с пяти часов распродажи предновогодней на 365 дней и на годы. В этом разница. Вот в этом режиме, катастрофическом, катастрофическом режиме довилки и ненависти друг к другу, потому что этому могло достаться, а мне нет, жила вся страна. Безусловно. Почему? А вот может быть именно потому, что денег больше напечатали? Так я объясню почему. Объясняете? Больше напечатали. В прямом смысле. Дело в том, что дефицитность – это родовое пятно социализма, потому что социализм – есть плановая экономика. Ну, ровно это Паршев и сказал. Да, плановая экономика. Она планирует цены. Вот начали регулировать цены на туалетную бумагу в Венесуэле при Уго-Чавесе. Так. Пропала туалетная бумага. Так вот, как только вы начинаете регулировать экономику, вы начинаете проваливаться то здесь, то там. У вас горит все под ногами. Вы не успеваете затыкать дыры. Тот же Черняев писал, что вот план выполнили на 50%. Директор металлургического завода говорит, что я могу поставить только 13% от запланированной продукции. Пишет, что вся страна, вот она расползается, знаете, как гнилая ткань под руками хирурга. Вот ее пришивать-то нечего и не к чему. Уже все ползет под руками. Вот в таком режиме функционировал СССР. Вот именно так выглядит плановая экономика. Она гниет под пальцами. Вот и все. Она не работает. На счет не работает и гниет разные вещи. Поэтому Андрею Петровичу я задам вопрос. Нет, нет, нет. Не продолжение, Александру Петровичу. Хотя сейчас вы это тоже можете сказать, но сначала мой вопрос. Здесь был последний министр станкостроения. Паничев. Станко? Станко. А, станко. Станко. Советского Союза. Боже мой. Не, не, не. Станкостроение, станкостроение. Я ему задал вопрос, а он был во власти и в течение всей своей жизни в наикрупных экономических постах, ну, сколько, 40 лет, не меньше. С молодого возраста. В чем проблема социализма? Он говорит. Вот мы, производители станков, станков, господи, создали станки, и мы уже знали, что поскольку это запланировано, уже есть потребитель. Уже точно известно, куда это пойдет, в каком количестве и так далее. И понятно, что эта логика работает и на пищевой промышленности, и на автомобиле строения, да чего угодно. Соответственно, если уже потребитель есть, если мы уже знаем, что мы это продадим, и более того, если мы это еще не сделаем, нам еще по шапке надают, то есть, мы еще план должны выполнять, а покупатель тоже должен план выполнить и купить. То какой нам интерес повышать качество, вырваться за конкурентоспособность, выходить на мировой рынок, то, чем озабочен нынешний капиталист, да? Но это имеет серьезное отношение к экономике, из-за этого экономика теряла темп, экономика становилась все менее и менее конкурентоспособной. И опять же, я вспомню свои детские впечатления, в нашей детской среде было абсолютно распространено убеждение, вот хоть бы в магазинах все было импортное, мы, дети, уже успели наслушаться от родителей этих вот фраз. Скажите, Александр Петрович, что скажете? Значит, вот тут самое, что, наверное, серьезное, это не надо путать качество с конкурентоспособностью. Конечно, не надо, поэтому отвечайте. Потому что, скажем, если мы зайдем в современный продовольственный магазин, мы увидим там несколько десятков сортов какой-нибудь там говяжьей тушенки, и можем обратить внимание, что та, которая сделана по советскому ГОСТу, вот есть такое понятие, вот она дороже и наиболее востребованная. Тоже касается, кстати, и некоторых других продуктов. Вот понятие советский ГОСТ, вот оно совершенно неожиданно через 20 лет после гибели СССР стало брендом. А вот что лучше, Жигули сделанное по советскому ГОСТу или Мерседес по немецкому? Мерседес сделан в нашей стране или за рубежом? По немецкому. Не-не-не, это важно, потому что мы сравним экономику наш уже, а не закупки. Ну хорошо, даже Мерседес, собранный здесь, в Калининграде, лучше, чем наши Жигули. Собранный? Это очень хорошо. Александр Петрович, вы вот, наверное, не в курсе, а Жигули это вообще на самом деле ФИАТ. Был. Был в 61-м году. Да. О, история потрясающая. Значит, я родился в 64-м. Значит, чуть-чуть за мной решил Брежнев одарить советский народ автомобильчиками. Купили ФИАТ. Я рос, я пошел в школу, детский сад забросил, потом поступил в институт. В общем, целый человек вырос и пришел на работу. Я металлург по образованию. И уже на своей работе как металлург в Центральном Институте Черной Металлургии узнал, что мы до сих пор, всю мою жизнь для этого ФИАТа покупаем сталь, автомобильный лист за рубежом. Потому что наши металлурги не могут сделать сталь для глубокой вытяжки. Она при глубокой вытяжке рвется, текстура не та. Вот что такое советское качество. 20 лет не могли сделать. Ну, Александр Петрович, если мы возьмем 20 лет нынешних, то что произошло с нашим автопромом за эти 20 лет, это и говорить не хочется. На наши автопромы? Конечно, нет. Ну да. Конечно, это ответ. То есть, понимаете... Мне не нужен наш автопром. Я не такой большой патриот советского автопрома. Я патриот себя и своей семьи. Вот. Угробить что-то, угробить что-то, на это вообще много ума не надо. Да. И Советский Союз делал это успешно. Об этом это речь. Что не купит, то угробит. Что не купит, то угробит. Купили, значит, линию, чтобы квас заливать в банки. Угробили. Угробили, так и простояло это. Сейчас, 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 вы дайте слово Паршалу. Я видел квас в банках, кстати сказать, еще в позднесоветские времена. Почему? Ну, потому что, если вы покупаете что-то, да, то вы должны встраивать это в страну, а у вас она в страну не встраивается, потому что вся страна кривая. Вот жесть для либералов наша страна действительно не очень подходит. И народ плохой. Кривая была советская жесть, это я вам как металлург говорю. Сопла все время забивались вот этим советским, господи, ну что рассказывать о советском качестве, если мы все это качество помним. Я знаю людей, которые… Даже знак качества придумали при советской власти для того, чтобы… Смотрите, люди, вот это нормальное, а вот все остальное можете не брать. Но это помеченное было дерьмом. Продовольственную программу придумали, потому что не смогли накормить народ. ЦК КПСС призналась, не можем. Давайте программу сделаем. Ну, насчет того, что накормить, мы уже прошли. То есть, накормить-то накормили. Ну, народ сам себя, конечно, кормил такой, по большому счету. Ну, да, где-то на грани голода, так и балансировали. Ну, не знаю, на грани голода. При пустых магазинах, при очередях, при полутора килограммах мяса на человека в год в Ростове. И полных холодильниках. Это разные вещи. Ну, да, разные вещи. Мясо же не едят. Нет, мясо едят, но дело в том, что мясо покупают и на рынках. Мясо, извините, крадут. Это тоже беда, конечно, социализму, но крадут на всех этапах производства. Да, да, да. Вот социализм порождает воровство, это правда. Слово «нисун» – это… Да, «нисун», да. И даже некоторое время запорожцы, когда они соответствовали тогдашнему уровню, были такие малолитражки. Ну, чем-то, итальянские. Да. И там «нивы», «нивы» до сих пор можно в Европе встретить. Вот. То есть, нормально у нас работал автопром. Не без косяков, но, по крайней мере, он работал. Ну, то, что сейчас вот это мы все знаем. Хорошо, поехали дальше. Значит… Секунду. Он нормально работал для капиталистов, потому что была отдельная линия и отдельные спецприемы, сумка автомобилей на экспорт. А вот мой отец купил так называемый экспортный «Москвич» когда-то, когда еще был школьником. Почему? Потому что его забарковали и выбросили на внутренний рынок. На тебе, совок, жри дерьмо. Но машину купил. Не такой уж он был нищий. Дефицит. Не такой уж он был нищий. Я не к тому сказал, что ему деваться было некуда. Не такой уж и нищий. Мой отец – полковник. И мы всегда жили очень хорошо. Когда мой вьетнамский друг из Вьетнама, тоже социалистического, приехал к нам домой, он, обозрев обстановку, сказал, «У нас так живут только министры». Очень хорошо. Плохо жил Советский Союз, видите, да? Как-то вот, вы знаете, я замечал. И тем не менее, вот я, да? Да, и тем не менее, вы против Советского Союза, да? Очень сильно критикую и ругаю этот строй. А, это обычное дело. У нас самый главный критик вообще Горбачев, который обещал генеральным секретарем. Знаете, это неудивительно. Знаете, у нас… Кстати, вот эта ваша идея, я не буду ее комментировать о том, что, значит, вот номенклатура вдруг решила все себе приватизировать. Потому, что я не комментирую теории заговоров. А это вы навешиваете ярлыки? Я только скажу, что действительно, поскольку это был откат в феодализм обратно, задрапированный красными тряпками, у нас действительно сложился целый класс, я стою сейчас на позициях марксизма, который назывался номенклатурой и который не имел никаких прав на собственность, но только право на власть. Причем неотъемлемое право на власть. Да, да, да. Это была парадоксальная страна, которая жить долго не могла. И она, естественно, развалилась. Знаете, вы говорите, что вот вы хорошо жили. За два поколения руководителей. И поэтому вы его критикуете. Знаете, самый большой критик у нас царского режима кто? У нас Герцен. А вы знаете, что он миллионер был? Некрасов был миллионер. Тоже самый большой критик царского режима. Ленин был дворянин. Это ведь не доказательство. Знаете, наоборот, иногда говорят, что человек с жиру бесится. Ему так хорошо, что он начинает уже что-то эдакого, хотеть странного, как говорили Стругацкие. Да, я как интеллигент хочу странного. Свободы и так далее. Да, это все слава Богу. Это все очень можно, все понятно. Вот, смотрите, значит, мы все-таки потихонечку вырисовывается сквозь эмоции, сквозь эмоции, сквозь небольшую такую ругань вырисовываются интересные вещи. Бабушка у нас тут четыре ребенка вырастила, и полковник отец купил. В каком году купил, Москвич? Признавайтесь. Сейчас скажу вам. Признавайтесь. Наверное, в 74-м или 6-м. Правильно. Сейчас точно не упоминали. Да, полковников было немало, кроме них были крупные инженеры. Но машины были у 4-х, по-моему, процентов населения. Всего и во время, а в 60-х годах меньше, в 50-х и того меньше. Ну, динамика. А сейчас у 44-х. Позвольте, ну тут ход 40 лет прошло. Совершенно ничего удивительного. Я не принес сюда книжку 70-х годов, 77-го года, и там был прогноз роста автомобилизации для нашей страны, для других. Вот по странной, так сказать, по иронии некой судьбы, вполне совпадает с нынешними цифрами. Блистательно. А в 60-м году был прогноз, что мы в 80-м построим коммунизм. Ну, я, соответственно, еще графика не видел, а там, так сказать, есть вполне с цифрами. Сделать нормальную буржуазную революцию в 91-м, чтобы обеспечить, наконец, народ автомобилей, колбасой. Материальная база коммунизма в 80-м годах, пожалуй, была построена. Это мы видим вот по нынешнему списку миллиардеров. Мы это видим по очередям, видимо, которые тогда были. Александр Бердорович, давайте теперь вернемся к понятию качества. Вот смотрите. Ведь все, что говорят о советском строе, естественно, человек в первую очередь судит по бытовым товарам. Потому что он первым делом с ними и соприкасается. Это же очевидно. Понятное дело, что это и врезается в памяти. Происходит некая аберрация. Но ведь основа нашей жизни все-таки – это энергетика. От ключи света ничего не будет, и не надо никакой колбасы. Энергетика. Для городского образа жизни – это, естественно, коммунальное хозяйство. Второе. Ну, конечно, для современной страны без транспорта тоже ничего не сделаешь. Потому что если произойдет транспортный коллапс, то понятно, что снабжать города невозможно. Все-таки. Ну, давайте скажем честно. Ну, практически вся инфраструктура, на которой живет страна, и она создана советской эпохой. Ну, что тут говорить. Совершенно несопоставимые вложения, которые были, имеется в виду не просто денежные, я говорю о реально построенных вещах тогда и сейчас. Любые 20 лет советские возьми, ну, сравнивать нечего. Статистика будет бить вас как угодно. По всему. Вот по всему. По энергетике. Я не очень понял. А почему вы приводите в пример вот это? Вы что, хотите, чтобы каждое новое поколение начинало с каменного топора, что ли? Ну, естественно, у нас было какое-то прошлое. Нет, нет, позвольте. Этой вселенной 13 миллиардов лет. У нас было прошлое. Но, позвольте, если мы говорим и критикуем справедливо советские товары народного потребления, то мы должны сказать, что поскольку на той базе мы 20 лет живем, она почему-то стареет, стареет, уже много, уже это писалось тысячу раз, что она не обновляется, мы все еще живем, 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 значит, качество было достаточно хорошее. Разве вы будете это отрицать? Ну, конечно, буду. Будете отрицать? Больше того. Давайте, отрицайте. Я вам сейчас скажу по качеству. Качеству. Ой, по этой самой... Инфраструктуре. По инфраструктуре, по базе, да. Цитирует Черняева. 1977 год. Пишет. Значит, обсуждение деятельности Московского областного комитета КПСС по развитию текстильной промышленности. Оказывается, 30% предельного и 50% ткацкого оборудования, это советская власть, да, с дореволюционным стажем. Я еще, когда учился в институте, у нас на одном из металлургических заводов на Волге стоял агрегат силовой с крейсера «Аврора», то есть построенный еще при царизме, и масса-масса-масса прокатных станок, полученных из Германии по репарациям. То есть, советская власть, он стоял на плечах царизма. 80%, как я уже говорил, железных дорог сегодня – это то, что построили при царе. Большевики за свои 40 лет построили меньше. Для энергетики это не так. Теперь по поводу энергетики. Отличное слово. Поскольку у нас было плановое хозяйство, как распоряжались с этой энергией, был план по расходованию электроэнергии. И если он не выполнялся, значит, настройки включали все прожектора, все машины, все компрессоры, все вот эти вот долбилки, и все это гудело круглосуточно только для того, чтобы выжечь электрическую энергию для выполнения плана по расходованию электроэнергии. Вот видите, в социализм, оказывается, были резервы, которые, к сожалению, не использовались. Это потрясающая система по профукиванию и выбрасыванию на ветер огромных материальных ресурсов. Но создать-то надо было. Как добывали лес, это вообще страшно. Все северные реки были забиты этим плавником, который не успевали выгребать. Он гнил на берегах. Он миллионами кубометров просто пропадал, оседал, тяжелел на дно. То есть, реки были забиты настолько, что вот автокраны не могли пройти. И все это к чертовой матери… Ну, по рекам, автокранам нечего там делать. Не, не, простите, плавучий кран, естественно, я говорил. Понимаете, сейчас уже, к сожалению, вот мы этого не можем повторить, потому что сейчас лес выкашан. И слава богу, и слава богу. Лес выкашан, буквально, хищнически. Вот, в советское время он был. Тогда не хищнически, когда он заполнял реки и берега. Ну, вот оказывается, что это, в общем-то… Вы представьте себе картину, забитая бревнами река, а там все еще пилит лес, потому что им нужно план выполнить, им нужны прогрессивки, им нужны деньги. Ну, Александр Петрович, это… Это катастрофа, социализм, это ходячая катастрофа. Это некая пропаганда, которая, в общем-то, где-то там чего-то такое вот местами было. Это для пропаганды? Ну, понимаете, лес – это и в те времена был валюта. Ведь это продавали за рубеж. Но, понимаете, продать… Не западать то, что сгнило. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому вот говорить, что вот рубили, и это все вот там сгнивало и так далее. Но, так сказать, лесозаводы работали очень хорошо в Архангельске. У меня там, например, и все родственники работают. Вот это… Как говорил недавно Чубас, только в Ростана 40 заводов построено. Отлично, отлично. А вы говорите, ничего не построено. У меня вопрос-то сейчас будет каверзный. Алюминиевый комбинат где пошел? Каверзный вопрос. Там, где электростанция. Андрей Петрович, каверзный вопрос. Советский социализм. Вот цифры. 59-й год. Потребление в литрах чистого спирта на человека в год без учета кустарного производства, то есть без самогона. Значит, 5 литров – это на мужчин расчет. Значит, показывает, что… Нет, имеется в виду, 5 литров – это на всю страну, включая там и младенцев. А мужчины жили 63 года 8 лет. 79-й год – 10 литров из 60-х. Мужчины стали жить еще меньше 61,5 года. С 59-го, то есть по 79-й, мы видим, что потребление алкоголя регистрируемого удвоилось, а продолжительность жизни по мужчинам упала. Вот это тоже претензия к социализму. А вот это реальная претензия, потому что на цифры она подкреплена. Понимаете, вопрос с демографией на самом деле не такой простой, как говорят. То есть на самом деле и рождаемость не зависит от уровня жизни, наоборот там, так сказать, скажем… Рождаемость, да. А продолжительность жизни очень зависит. В некоторых случаях продолжительность жизни у нас в стране резко упала, и смертность резко выросла после конца социализма. Это факт. Это факт. После 91-го года произошло очень резкое падение, которое только сейчас, сейчас где-то там что-то начинает подниматься. А у меня есть конкретные цифры. Есть конкретные цифры, я могу сказать. Можно посмотреть графики. Очень часто на совковых сайтах размещают так называемый русский крест, когда рождаемость и так далее. Ну, это объективная информация. Так вот, если этот график продлить, мы увидим, что начала она падать еще при советской власти продолжительность жизни, и рождаемость начала падать при советской власти. Но она сейчас упала еще ниже. Нет, сейчас она, наоборот, растет. Нет, 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 сейчас, подождите, ничего подобного. Тут у меня есть данные, мы на них закончим, потому что мне уже говорят, что мы все, вываливаемся из эфира. А мы можем вторую серию злодумить. Значит, вот для этого нет возможностей. Смотрите, 69 лет и 85 сотых, это у нас данные средние по России. 2013 год, данные ЦРУ, сайта ЦРУ. Это вот у нас сейчас показатели примерно 70-х годов. За действительно последние несколько путинских лет мы только лишь вышли к 70-м годам. Все 90-е было проседание, и первые путинские годы были тоже проседания. Поэтому, если говорить про продолжительность жизни, в новом чудном мире у нас с этим не очень. Но все, теперь наш эфир завершен. Мы можем, как говорится, спорить до бесконечности. Тема неисчерпаемая. В студии были Андрей Петрович Паршев, Александр Петрович Никонов. Продолжение следует...